Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 27 июня, день Елисея. В честь жития и чудес святого пророка Елисея назван этот день. Он был великим чудотворцем. Само рождение его сопровождалось чудесными явлениями. В городе Силоме, отстоявшем далеко от Иерусалима, стояла золотая телица, которые, совратившиеся в идолопоклонство израильтяне, поклонялись как Богу и приносили жертву. В час рождения Елисея эта бездушная телица так громко закричала, что рев ее был слышен даже в Иерусалиме. Так было оповещено, что родился пророк. Сегодня у наших предков существовала традиция освещать одежду. Надев такую одежду, человек был счастлив в течение всего года. Точно так же поступали и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Важно было снять все худое с одежды от прежних хозяев и вложить в нее благодать. Это же относилось и к одежде, в которой человек чувствовал себя неловко, что говорил о том, что на ней порча, то есть негативный заряд энергии. Приметы. Если погода сухая и ясная, продолжают сеять гречку. А вот дождливый день сегодня обещает 7 дождливых недель. В народе даже говорили, если на Елисея дождь, еще 7 недель с дождями. Много мошек комаров, жди урожая ягод и грибов. А вот капуста брокколи по своему химическому составу и питательным свойствам превосходит другие виды капусты. В ней вдвое больше витамина С, нежели в цветной и почти в 50 раз больше каротина, а из него в организме образуется витамин А. А по содержанию белка брокколи превосходит шпинат и спаржу. По количеству калия, магния и железа брюссельская капуста превосходит все другие виды капусты. Ее можно считать омолаживающим средством, предупреждающим развитие атеросклероза. Атеросклероз, как мы знаем, бич современного общества. Им страдают все. И самое важное, что эта болезнь молодеет. При употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для получения результатов следует выпивать не менее трех стаканов сока в день. Лучше всего капустный сок комбинировать вместе с морковным и свекольным соком. Можно попробовать и с яблочным. Я уверен, будет очень вкусная смесь. Потребление данных соков по 1-1,5 литра в день быстро вымоет токсины из организма, нормализует кислочно-щелочное равновесие в организме. Но возможно кризисное состояние, которое указывает на энергичное действие этих целебных соков. При наступлении кризиса, а именно сильного послабления, поголодайте 24-36 часов, чтобы все стихло и успокоилось. Если после питья сока капусты в кишечнике образуется большое количество газа или наблюдаются другие явления дискомфорта, это может быть следствием большого накопления токсических веществ в кишках. В таких случаях рекомендуется перед употреблением большого количества сока капусты очистить желудочно-кишечный трах, выпивая ежедневно морковный сок, либо смесь его с соком шпината в течение 2-3 недель. Одновременно с этим ежедневно выполняйте очистительные кризисы. Замечено, что когда организм нормально усваивает капустный сок, он действует как идеальное очистительное средство, особенно при ожирении. А вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность, но и вредно. Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С. Это особенно полезно при заболеваниях десен, чтобы десны были крепкие. Пейте этот сок. А вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока, обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана 3 раза в день до еды в теплом виде в течение 3-4 недель курса. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять 1 стакан сока свежей или квашеной капусты натощак. В разведении один к одному пьют сок по 1-3-1-4 стакана за 30-40 минут до еды, как сахаропонижающее средство. Диабетикам на заметку. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно, в виде примочек, сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориат, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах перевозбуждения жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором. С всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года.